всем привет давно руки не доходили еще одну фенечку выдать давайте разберемся и наведем порядок в наших закладках со временем появляется вот у меня допустим на панели закладок он их целая куча посмотрите сколько всякой грязи тут понабиралась в принципе можно здесь также все расположить по полочкам как и вишенки по той же древовидной схеме вот например смотрите допустим вы там ищите какой-нибудь там видеоролик ну я не знаю вот допустим нашли там домашняя тушенка вот нажали там остановить вот я нажимаю на эту звездочку выбираю папочку где я хочу это дело сохранить выбрать другую папку значит и вот здесь вот в разделе еда я создаю новую папочку которую так и назову вот открою сейчас экранную клавиатуру так на русский язык перейдем назовем тушенка хорошее добротное блюдо частенько людей спасала от голода нажимаем сохранить вот практически все сохранили мы вот этот видеоролик в папочке значит закладки ну еще раз покажу вот смотрите вот открываете любую пустую папку там без разницы вот здесь нажимаете идете в закладке вот диспетер закладок и вот попадаете вот сюда вот в разделе еда у меня значит появилась значит вот пожалуйста закладочка домашняя тушенка и плюс и тут мне еще общей папочки лежит тушенка ну я могу допустим ее вот так вот взять нажать левой кнопкой мышки и перенести вот сюда вот в этот раздел и теперь здесь у меня уже будет два видеоролика по тушенке в разделе жареная картошка у меня тут я сделал еще дополнительную папочку относится она к дяде яше вот тоже очень хорошее блюдо колдуны тоже есть видеоролик то есть понимаете как можно искать также допустим как искать в закладках вот написано просто глупо и искать закладках нажали вот допустим завели борщ вот он вам и как говорится и нашел и принципа приготовления значит борща значит нашел и вот папочку с борщом тоже есть вот видите как так что я рекомендую значит вам всем пользоваться вот этим маленьким трюкам тогда у вас все будет расположена ваших папочках по полочкам можете там на 3 на 5 там на 10 уровней по опыту скажу больше там трех-пяти уровней я никогда не делал вот ну штука эта весьма полезная затем почему значит мне нравится google chrome на затем потому что у него закладки синхронизированы на любом другом компьютере допустим я купил там себе еще один компьютер настроил его поставил google chrome вошел в него со своими паролями через пару минут произошла полная синхронизация у меня опять-таки имеется полный доступ ко всем моим папочкам ко всем моим закладочка и не надо мне там по-новому там что-то там выдумывать трудиться и так далее вот такая вот полезная штука значит я ее вам начну могу порекомендовать тут вот есть можно упорядочить по названию там сделать новую закладку там новую папку импорт вот смотрите экспорт закладок взяли значит нажали на экспорт и она спрашивает куда сохранить ну вот допустим на рабочий стол сохранить можно ведь и так вот делать смотрите вы допустим там находитесь на флешке еще там пароли там не свои не не завели ничего а вот google chrome допустим уже установлен и при помощи значит google chrome значит вот этот файлик вы можете как говорится взять импортировать диспетчером закладок и у вас опять таки даже на флешке все эти там ваши закладочки будут даже без синхронизации то есть вот такой вот маленький трюк и я рекомендую значит вам этим делом пользоваться потому что ну штука скажем так это хорошая вот тогда этот файлик можно с собой носить на сеть допустим даже на фрешке на другом компьютере что там надо флешку воткнули из нее этот файлик google chrome выдернули нажали на импорт импортировали закладки и там промотали делаете то что вам нужно то есть вот казалось бы такие вот немудренные вещи но иногда мимо них пользователи проходят да и сам я тоже как говорится он смотрите сколько у меня тут барахла накопилось на руки не доходили вот но теперь буду потихонечку разбираться вот день два там три недели потихонечку будете все распасовывать и будет у вас все как говорится как в образцовой библиотеке и все по инвентарным номерам дальше а вот можно ли допустим вот эти вот сами папочки взять допустим и например перевести в еще одну под папочку ну давайте сделаем вот такой вот еще эксперимент интересный тут мне в принципе без разницы там как это будет там все это дело обзываться почему сейчас покажу вот я кликаю по любому видеоролику вот останавливая его для меня важно создать папку нажимая на звездочку сохранить иду вот сюда выбрать другую папку в разделе еда вот теперь смотрите я нажимаю так где у меня тут имеется русский имеется хорошо вот смотрите создать новую папку и здесь я могу допустим написать первые пробел блюдо все папочка создана сворачиваем теперь идем диспетчер закладок вот смотрите первое блюдо и вот нам сейчас наша задача допустим борщ и рассольник на переместить первое блюдо рассольник щи и борщ то есть можете тут выделываться как вам душе угодно насколько угодно вам уровней но смею верить что ну вот уже такого бардака допустим у вас уже как раньше не будет почему потому что ну просто напросто вот таким вот простым и незамысловатым способом значит а саму вот эту вот штучку которую мы использовали для создания папки мы просто напросто вот можем просто взять и удалить все и у нас получилось папка первое блюдо в которых и рассольник там еще и борщ есть то же самое можете сделать допустим опять таки вторые блюда и во вторые блюда значит уже поместить допустим и жареную картошку там и посмотрите там что еще можно там там допустим ну фантазия тут как говорится безграничная важен просто напросто вот сам принцип вот такой вот что неограниченные уровни значит подпапок раз создавать можно спокойно синхронизация идет с броузером экспорт значит вы можете пожалуйста вот их экспортировать ваши закладочки и значит там на флешку скинули там на любом броузере их сможете всегда как говорится на любом компьютере открыть чтобы лишний раз ничего не искать если где потребуется пароль и ну тогда их придется завести а так вот экспорт импорт пожалуйста то есть практически еще раз решил вам напомнить о том как наводить вот порядок в своих закладках значит я думаю что эта фенечка очень многим пригодится потому что действительно у многих потом со временем появляется ну очень вот такое вот переполненное меню вот тут порой бывает как говорится без бутылки не разобраться ну ладно значит я считаю что теперь по закладкам значит в google chrome значит я вам рассказал достаточно и почему значит мне google chrome нравится то что у него синхронизация хорошая имеется практически там со всеми устройствами так далее взяли ставили и работаете так что я желаю вам всего самого-самого доброго удачи и до новых встреч